Приветствую вас. Вы знаете, я не могу не спросить вас насчет того, собственно, откуда у вас информация и из-за чего депрессия. То есть вы говорите, что депрессия привела вас к ожирению, и дальше вы говорите только про именно вес, про ожирение, но не слово про депрессию. Ведь именно она, судя по всему, послужила причиной. Если только вы не имеете в виду, вот вы имеете в виду причин множества и довольно серьезных, которые тянутся с раннего детства. Вот если вы эти причины называете в контексте депрессии, то это одно. Если в контексте ожирения, то это другое. Если первое, то тут все вполне понятно, и нужно работать с этими причинами, вот, ну, как бы в терапии, да. А если вы в контексте ожирения, то тогда это немножко, немножко не соответствует действительности, потому что... Вы описываете симптомы. То есть ожирение – это симптомы. А внутри вас идет борьба. Ожирение, и точнее еда, ограничения – это все психологические проявления внутреннего конфликта. С одной стороны, это следствие вашего непринятия себя и бежевания. С другой стороны, это следствие вашего стремления сбежать, убежать и сбежать. Следующее – это проявление желания отболкнуть от себя людей, если у вас есть депрессивные элементы в психике, то... Как бы человек, находящийся в депрессивном состоянии, он, как правило, хочет оттолкнуть от себя всех людей, потому что они для него являются раздражителями. Вот. Они для него являются теми, кто, ну, например, не напоминает ему, какой он, да? Вот. Есть одна такая, достаточно интересная игра, она называется Indigo. Вот. Ее можно написать по-английски, если у вас есть возможность, поиграйте. Это игра как раз про лучших, которых страдает депрессия. Вот. Эээ, ну, перед этим обязательно проконсультироваться нужно с врачом, потому что это медицинская история и на вас игра может оказать негативное влияние, поэтому обязательно проконсультируйтесь с врачом. Вообще, ээ, насчет депрессии, насчет питания, ээ, нужно обязательно сказать, что это могут быть, эээ, как бы, именно, эээ, именно, эээ, заболеваниями. И, может быть, это нарушение ваших, эээ, биохимических процессов, хоть вы и говорите, что у вас есть, эээ, причины, они серьезные, они не серьезные, бросил парень. Вот. Ну, тем не менее. Тем не менее. Вот. Эээ, дальше. Эээ, что еще я хочу сказать. Эээ, похудение, эээ, похудение, так же, как и лень, так же, как и, эээ, нетерпимость, эээ, к ограничениям, вот. Которые вы описываете. Это, по большому, по большому счету, история про избегание. Вот, эээ, по большому описываете избегание. Вы активно, отчаянно, регулярно, эээ, целеустремленно избегаете себя. Избегаете, эээ, всего, что, эээ, связано с вашими чувствами, эээ, всего, что связано с эээ, вашими эмоциями, внутренними конфликтами и так далее. И даже, ээээ, как это мне, парадоксально выучить, но, даже травмы, эээ, различные, эээ, психологические, ээээ, проблемы, кризисы, ээээ, это все, эээ, вы пытаетесь себе заглушить. Отказываясь принимать тот опыт, эээ, который они вам несут. Хотя тот опыт, который они вам несут, эээ, является бесценным необходимым. И самое главное, что, эээ, неотъемным для вас. То есть это вы. То, что с вами произошло, это вы. А вы пытаетесь это отвергать. Не отвергает, вы совершаете, ну, условно говоря, психологический свист, который вы предаете себя. Таким образом. Вот. Потому что, вопрос здесь не в том, эээ, что вы много едите и так далее. Вопрос в том, что вам хочется есть. Вопрос в том, что вам хочется есть много. И вопрос в том, что, как бы, в вашей жизни нет, эээ, ничего более интересного, чем это. Ээээ, и вот это важный момент, на который, мне кажется, нужно обратить внимание. Вот. Понимаете? И, эээ, вот, вы пишите, что, эээ, я заела давним-давно все свои мотивации и стимулы. Не заели, вы от них сбежали. Странные вещи. Эээ, ну, вот, как бы, такая вот история. Эээ, если спросите меня, я скажу, что, эээ, вот, как по моим ощущениям, эээ, вы себе, эээ, за что-то наказываете. Вы, эээ, себя обещуете. И то, что, эээ, с вами происходит, это, эээ, результат, ээээ, как мне кажется, ээээ, я, конечно, не могу это вот назвать на уникар, но, как мне кажется, это, ээээ, проявление, ээээ, эээээ, проявление, эээ, проявления, эээ, наказания, карательных мер, по отношению к себе. Это проявление, ээээ, ээээ, ну, по сути, эээээ, nedenяй, эээээ, казни. спросите меня, то я скажу вот так, и, на мой взгляд, это вот то, что глобально с вами происходит, ну, началось все с депрессии, да, депрессия, это что такое-то, эм, тотально обесценивание с его связанностью, с человеком попал на обесценивание, всё важное для него, вот, и внезапно, 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 но, мы, мы начинаем говорить о том, что, это не давно, э, вы, э, вы видели все свои мотивы. Ну, така-така… Понимаете, это же, в ненародном месте возникло то, что вы, э э, вы видели свои мотивы. Это значит, что ваши мотивы вам обесценивали, и обесценивались, вероятно, не один год даже, понимаете. И сейчас вы пришли вот к этому, вы пришли к такому своему состоянию, по сути, хорошо это или плохо, но вы к этому пришли. Вопрос в том, да, хотите ли вы находиться в этом состоянии, или хотите ли вы находиться в другом состоянии, вот причем момент. Безусловно, вы скажете, я хочу избавиться от этого, я хочу похудеть, хочу там нормально относиться к идее и прочее прочее. Да, я вам верю, безусловно, но вопрос, который я хочу задать, немножко другой. А зачем? Ну, то есть, у меня есть ощущение, что вы это делаете просто потому, что это нужно делать. Вот у меня такое чувство возникает, что вы это делаете просто потому, что так надо. Не потому, что вы так хотите, а потому, что так надо. Ну, это мотивация не очень хорош, особенно если вам, грубо говоря, хочется там чего-то одного, а вы чувствуете, что вы вынуждены делать что-то другого или вынуждены себя там постоянно сдерживать и так далее. То есть, тут важны нюансы, тут важно разбираться, но повторюсь, если я прав, если я прав и вы убегаете на постоянной основе от себя, или бежите, по сути дела, все время бежите от себя, то вы себя не знаете. И может быть так, что из-за того, что вы себя не знаете, из-за того, что то, какая вы есть, какая вы настоящая, вы себя боитесь, вы это заедаете, вы это заглушаете, вы за это себя наказываете, стараясь спрятаться за это, стараясь оттолкнуть людей, которые могут вас с такой уши увидеть. Но, по факту, конечно, это вот, ну, я, я говорил это и я вам могу сказать еще раз, по факту, это бегство. Это бегство, это бегство от себя, как мне кажется, и бегство это вот именно в деду, в дед и так далее. То есть, изначально, изначально, идея, которую вы себе ставите, она выглядит немножечко сомнительно. И вот почему. Похудеете, похудеете, да, особенно, если, там, у вас есть физиологические показатели для этого. Похудеет, безусловно, полезно, и вы молодец, что вы этим занимаетесь. Но нужно, чтобы вы, с одной стороны, не чувствовали, что делая это, вы как-то вот вообще от себя уходите, а с другой стороны нужно понимать, для чего это нужно. У меня ощущение, что вы понимаете, для чего этого, для чего это нужно. Нет, нет ощущения, что вы знаете, зачем вам нужно, например, похудеть. Да, ну вот, похудеете вы, а что дальше, чем будете заниматься. Сейчас еда призвана заполнять вашу пустоту, то, собственно, она и делает. Когда вы не едите, вы занимаетесь на диеты, вы занимаетесь тренировками, это тоже призвано заполнить вашу пустоту. А что дальше? Ну вот, пустота заполнится, а дальше что? Дальше что? Понимаете? Не понял. Вы не знаете этого, мне так кажется. И если вы этого не знаете, то вы устраиваете такой вот саботаж сами себе, такой психологический, можно сказать, саботаж. Саботаж для того, чтобы, ну, не оказаться пустой, не оказаться в пустоте. И это нормально, 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 нормально не хотеть быть в пустоте. Но вы, даже в этом, отказываетесь себе признаваться. Не потому, что вы такая плохая, вредная, нет, просто, мне кажется, вы привыкли от себя, я пока уже говорил, бежать. И вы от себя бежите. Но, постоянно, и вот именно тем, чтобы перестать от себя, обещать, остановиться, да, и разобраться в том, вообще, что в вашей жизни происходило. Не ставя, там, обязательной целью, там, похудение, именно на, что-то, я не знаю, на 20 кг, на 10 кг. А, все-таки, ставя себе цель сделать так, чтобы вас ничего не беспокоило. Например, сделать так, чтобы вы не делали бы что-то против своей воли. Чтобы вы получали наслаждение, удовольствие, вдохновение, радость, не только от чего-то одного, не важно, что это, но от разных ощущений. Вот, а в этом, мне кажется, есть наша задача, наша задача, как, ну, специалистов. В этом есть наша задача, помочь вам. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был, был полезен. Я вам желаю всего самого доброго, надеюсь на вашу обратную связь, которая могла бы стать началом для психотерапии. Спасибо.